И не бревут о них, забыли есть хлеб свой, И питьё своё с плачем растворяют. Прах и пепел едят вместо хлеба, И кости шпрельнула к плоти, И как трава иссохла. Ничего иного не услышишь от них, кроме слов, Увы, увы, горе мне, горе. — Правильно, правильно, пощади, пощади, владыка. А одни говорят — помилуй, помилуй, А другие ещё жалобные — прости, владыка, прости, если возможно. Можно было видеть, как у некоторых язык Полим был жаждой и высунут из уст, как у псов. А одни томили себя на солнечном зно, И другие мучили себя на стуже. Иные, чтобы только не умереть от жажды, Отведав немного воды, переставали пить. Другие, откусив немного хлеба, Бросали его далеко прочь, И называли себя недостойными словесной пищи За то, что поступали, как бессловесные. 15. Увидишь ли же у них появление смеха, или празднословия, или раздражительность, или гнев, они уже и не думают, что есть гнев у людей, потому что слезами в конец истреблёна в них раздражительность. 16. Увидишь ли у них споры, или празднования, или свободу в речах, или попечения о теле, или след в тщеславии, или даже чаяния у тех, или помышления о вине, или вкушения плодов, или употребления горнца, или услаждения гортани. 17. Увидишь ли у них попечения о чём-нибудь земном, или осуждения какого-нибудь человека? 18. Никак. Они непрестанно вещают и взывают к Господу. 19. И одни, крепко ударяя себя в перси, как бы стоя перед небесными вратами, 20. Другие говорят, «Отверзи нам, судья, отверзи, мы заключили для себя грехами». 21. Ты отверзи нам, другие говорят, «Просвети только лицо твоё и спасёмся». 22. Иные вопиёт ещё, «Просвети смиренное, во тьме и тени смертной сидящие». 23. Иной же, «Скоро-то предварят нас щедроты твои, Господи, мы погибли, отчаялись, мы обнищали весьма». 23. Одни говорят, «Просветит ли уже Господь лицо своё на нас?» 24. Другие, «Пришла ли душа наша, лежащая на нас, долг, эту воду непостоянную?» 25. Иной говорит, «Умилиться ли, наконец, Господь для нас?» 25. Услышим ли, и когда, чтобы сказал Он нам, сущим в аузах неразрешимых, 26. «Изыдите, и сущим в аде покаяния, вы прощены». 26. Исайя 49, 9. «Вошёл ли вопль наш в уши Господни?» 27. Все же они непрестанно видят перед очами своими смерть и говорят, 28. Что с нами будет? Какой последует о нас приговор? Какой постигнет нас конец? 28. Будет ли нам возвращение? Будет ли прощение омрачённым, смиренным, осужденным? 29. Возмогло ли моление наше войти пред Господа? 30. Или возвратилось оно, что и справедливо, униженным и посыжденным? 31. Если и вошло, то сколько приобрело там Божие благоволение? 31. Какой имело успех? Какую принесло пользу? Что произвело? 32. Из нечистых вышло оно уст и тел, и не имело великой силы. 33. Поэтому совершенно ли или только отчасти примирило с нами Судью? 34. Не половина ли только с трупов наших исцеленных? 35. Потому что действительно они велики и требуют многих трудов и потов. 35. Ближе ли к нам стали хранители наши или ещё далеко от нас? 36. А пока не приблизятся они к нам, да то ли напрасен и бесполезен весь труд наш. 36. Ибо молитва наша не имеет силы, дерзновения и крыл чистоты, чтобы внить и ко Господу. 37. Если ангелы наши, приблизившись к нам, и прияв моление наше, не вознесут его ко Господу. 38. Иные часто друг другу выражают своё сомнение и говорят, успеваем ли, братья, получим ли просимое? 39. Примет ли Господь нас снова? Отверзет ли нам дверь? 39. Другие же отвечают на это. Кто знает, как говорили братья наши, не невитяне? 40. Быть может, раскается Господь. 41. Если избавить нас от великого мучения, мы будем делать всё, что от нас зависит. 41. Если отверзет дверь, то это хорошо и прекрасно. 41. И если отверзет дверь, ибо благословен Господь Бог, заключивший для нас дверь по правде Своей. 42. А мы не перестанем ударять дверь до конца жизни Своей. 42. Может быть, и отверзет нам за великую неотступность нашу. 43. Поэтому, возбуждая друг друга, говорят они, поспешим, братья, поспешим, ибо нужна поспешность, да и поспешность. 44. Потому что отстали мы от доброй своей собратьей, поспешим, не щадя этой скверной и злой плоти своей, но умертвим её, как она умертвила нас. 45. Так и поступали блаженные эти осужденники. 45. Колено их от множества поклонов казались одеревеневшими, глаза померкшими и глубоко впадшими внутрь. 46. Не было у них волос, ламиты изъязлены и опалены множеством горячих слёз. 47. Лица изнурённые и бледны. Ничем не отличались они от мертвецов. 48. Чувствуя боль в груди от частых биений в перси, харкали они кровью. 49. Найдёшь ли там устроение, постель, чистоту или твёрдость одежд? 50. Все они были изодраны, измараны, покрыты насекомыми. 51. В сравнении с этим, что значит злострадание одержимых бесами или плачущих по мертвецам, или живущих в заточении, или осужденных за убийство? 52. Их невольные мучения и стязания действительно ничего не значат в сравнении с этим произвольным страданием. 53. И прошу вас, братья, не почитать рассказы моего баснею. 54. Часто обращались они с просьбами к великому судье, разумею, пастыре этого ангела между людьми, 55. И умоляли его наложить железо, и оковы им на руки и вы, и ноги их забить в колоды, и не разрешать от этих уз, пока не примет гроб или даже и не гроб. 55. Ибо никак-никак не скрою этого подлинного умилительного смирения в этих блаженных и сокрушенных Богу любви и покаяния. 56. И так, когда этим добрым обитателям этой области покаяния надлежало отойти ко Господу и предстать нелесоприятному судилищу, 57. Тогда, как скоро видел, кто себя при самом конце о том, через настоятеля своего, с клятвами умолял великого старта, 57. Чтобы не удостаивали его человеческого погребения, но как бессловесного или бросили его в речной поток или среди поля отдали на съедение зверям, 58. Что нередко исполнял этот светильник рассудительности, повелевая сопроводить их без всякого псалмопения и почестей. 58. Подлинно страшное и умилительное было зрелище последнего их часу. 58. Когда соосужденники эти узнавали, что один из них готов предварить их скончанием своего течения, 59. Пока он был еще в твердом уме, окружали его из жажды, со слезами, с любовью, с умиленным видом, 59. Печальным голосом помывая главами своими, спрашивая умирающего, сгорая со страданием к нему говорили, 60. Что? Каково, брат и соосужденник? Что говоришь? Чего надеешься? Что представляешь? 61. Достигли трудом своим искомого или не мог? Отверзли себе дверь или еще подлежишь в суду? 62. Дошел ли до цели или еще нет? Получил ли какое удостоверение или еще имеешь сомнительную надежду? 63. Приобрел ли свободу или еще смущается и колеблется твой помысл? 64. Ощутил ли какое озарение в сердце или еще оно мрачено и постыждено? 64. Не было ли тебе какого внутреннего голоса, который бы говорил «Вот ты здоров!» 65. Или отпущаются тебе грехи? Или вера твоя спасла тебя? Или не слышишь ли ни такого голоса? 65. Да возвратятся грешники в ад. И свяжите ему руки и ноги. Или еще «Да возьмется нечестивый, да не видит славы Господней». 66. Исайя 26. Что вообще можешь сказать, брат? 66. Открой нам, умоляем тебя, чтобы знать нам и о себе, в каком будем состоянии. 67. Ибо твое время уже кончилось, и век уже не найдешь другого времени. 68. И на это одни из умирающих отвечали «Благословен Господь, который не оставил молитву мою милость свою от меня». 69. Другие же говорили «Благословен Господь, который не дал нас вловиту зубам их». 69. Иные же болезненно говорили «Приди, душа наша, в воду воздушных духов непостоянную». 69. Ибо не имели еще уверенности, наиздали, смотрели, что делается при том истязании. 69. А другие еще болезненно отвечали и говорили «Горе душе, не сохранившее обета, неукоризненно». 69. В этот час и кто только узнает она, что ей уготовано. 69. А я, видя и слышу, у них все это едва не пришло в себе в отчаяние, 70. И когда посмотрел на свою холодность и сравнил ту с их злостраданием. 70. Ибо каково было и самое местоположение и жилище их. 71. Совершенно мрачное, смрадное, нечистое, неопрятное. 71. Справедливо прозвано оно темницею и жилищем осужденных. 71. Один взгляд на местоположение научал уже всякому покаянию и плачу. 72. Но что для других трудно и невыносимо, то делается приятным и желанным для утративших добродетелей духовное богатство. 72. Ибо душа, лишившаяся прежнего дерзновения, утратившая надежду бесстрастия, сокрушившая печать непорочности, давшая на расхищение сокровища дарований и соделавшаяся чуждую божественного утешения, 73. Отвергшая завет Господний, угасившая прекрасный огонь душевных слез и уязвляемая болезненно терзаемая воспоминанием о том, не только со всей готовностью примет описанные выше труды, но благочестно решается умертвить себя подвигами, если только сохранился в ней остаток искры любви или страха Господня. 74. Таковы подлинно были эти блаженные. 75. Это, содержа в уме и мысленно представляя ту высоту, с которой они спали, говорили они, вспомнили три дни древние и тот огонь нашей ревности, иные взывали к Богу, Господь, милости Твои древние, Господи, как являл Ты душе наша в истине Твоей. 76. Помяни поношение и страдания рабов Твоих. А другой говорит, кто меня устроит по месяцам прежних дней, в которых Бог хранил меня, когда светил светильник света Его над головою сердца моего. Ио в 29.2. 77. Так воспоминали они прежние свои добродетели, и наподобие плачущих детей сетовали о них, говоря, где теперь чистота молитвы, где ее дерзновение, где сладкие слезы вместо горьких, где надежда совершенной непорочности и чистоты, где чаяние блаженного бесстрастия, где доверие к пастырю, где благотворность молитвы Его в нас, погибло все это, и как не являвшаяся скрылась, как небывалая вовсе исчезла и миновалась. 25. 25. Произнося это и проливая слезы, одни желали себе терпеть мучения от беса, другие умоляли Господу, чтобы послал о них подучую болезнь, иные желали лишиться зрения и представлять из себя самое жалкое зрелище, 26. Другие впасть в расслабление, только бы не испытать тамошних страданий. 27. И в этой обители плача, оставаясь охотно, забывал я, друзья мои, себя самого, и всецело увлекался мыслью, не имея сил сдерживать себя. 28. Но возвратимся словом к своему предмету. 28. До тридцати дней, пробывав в этой темнице, возвратился я, нетерпеливый, в великую обитель к великому пастырю. 29. Он же, увидев меня как бы совершенно изменившимся и не пришедшим еще в себя, как мудрый, понял, что значит это изменение, и говорит, что отец Иоанн, видел ли подвиги болезнующих? 29. Я отвечал, видел отец и подивился, и этих падших, плачущих ублажил, более не падших и не плачущих о себе, потому что вследствие падения восстали они безопасным восстанием. 30. Это правда, сказал он, и не лживый язык его рассказал мне следующее. 31. Лет тому десять был у меня здесь брат, весьма старательный и деятельный. 31. Почему, видя, что так горит он духом, трепетал я за него, чтобы в быстром течении своем по зависти дьявола не приткнул он как ногу свою о камень, что обыкновенно случается с скорошественными? 31. Так и было. 32. В глубокий вечер входит он ко мне, показывает обнаженную язву, спрашивает пластыря, просит прижигания, а сам сильно стревожен. 33. Потом, поскольку достоин он был сострадания и сам увидел, что врач не намерен произвести слишком жестокого сечения, повергается на землю, обнимает ноги, омывает их обильными слезами и просит заключить его в темницу, которую ты видел. 34. Невозможно мне не пойти туда, вопиял он. 35. Наконец, что весьма редко и необыкновенно в больных, сам принуждает врача сердоболе свое переменить на строгость. 36. Со всей поспешностью идет к кающимся и разделяет с ними страдания их. 37. И так из любви к Богу, пораженный в сердце, как бы мечами печали, в восьмой день переселяется ко Господу, прося не делать ему погребения. 38. Но я перенес его сюда и как достойного положил с отцами, потому что по рабственной седмице в восьмой день разрешается он на свободу. 39. Некто же достоверно узнал, что не прежде стал он от ничтожных и скверных ног моих, как у милостивых уже Бога. 40. И это неудивительно, потому что, восприяв сердце веру евангельской блудницы, с такой же уверенностью он омочал смиренные ноги мои. 41. Ибо все возможно верующему, сказал Господь. 41. Видел я, что нечистые души до крайнего неистовства, доведенные плотской любовью, восприяв на себя покрывало покаяние и изведав на опыте любовь, обращали ее ко Господу и далеко за собой оставив всякий страх, без меры уязвлялись божественной любовью. 42. Почему и Господь, целомудренной той блудницы, не говорит, что убоялась, но как возлюбила много и без затруднения могла отразить любовь любовью. 43. Нелезызвестно мне достачудное, что описанные мной подвиги одним покажутся невероятными, другим безнадежными и иным же приводящими в отчаяние. 44. Человек уже мужественному послужит это ботцем и стрелою огненную, и, высушив это от меня, пойдет он с ревностью из сердца. 45. Да и тот, кто стоит ниже его, познает свою немощь, и укорением самого себя легко приобретшей смиренно-мудрее потечет вслед за первым, только не зная, настигнет ли его. 46. А человек неродивый или не прикасается к сказанному, чтобы в отчаянии не расточить ему и того, над чем трудится, и чтобы не исполнилось на нем сказанное слово, от неимущих же усердий возьмется то, что есть у него. 47. Нам, которые впали в ров беззаконий, невозможно быть извлеченными из того, если не погрузимся в бездну смирения кающихся. 48. Иное есть скорбное смирение кающихся, иное же осуждение совести падающих еще в грех, и иное блаженное обогащение смирением, достигаемое совершенными по Божьей действию. 49. Не станем входить в объяснение этого третьего рода смирения, потому что труд будет напрасен. 50. Признаком же второго рода смирения служат совершенные терпения и бесчестия. 51. Прежние навыки мучительствуют нередко и сплачущих, и над плачущим аптек. 52. И это неудивительно. 53. В рассуждении судов Божьих и наших падений покрыто мраком и совершенно непостижимо для души. 53. Какие грехопадения бывают по неродению, какие по домостроительству Божию, попущению. 54. И какие в нас следствии Божия от нас отступления. 54. Впрочем, некто поведал мне, что в падениях, бывающих с нами по Божию смотрению, скоро получаем мы отвращение от греха. 55. Потому что попустивший не дозволяет демону печали долго обладать нами. 55. И мы, подвергшиеся падению, прежде всего будем бороться с этим демоном, потому что он, стоя при нас во время молитвы нашей, и напоминая о прежнем нашем дерзновении, намеревается сделать нас неспособными к молитве. 56. Не приходи в удивление, что ежедневно падаешь. 57. Не отступай, но стой мужественно. 58. И ангел-хранитель твой без сомнения уважит терпение твое. 59. Пока язва еще нова и горяча, легко она исцеляется. 60. Застарелая же, оставленная в небрежении и запущенной, язва нелегко врачуется. 61. И для заживления своего здесь требует многих трудов, резаний, присыпаний и прижиганий. 62. Многие язвы от времени делаются неисцельными. 63. У Бога же все возможно. 63. До падения нашего демона представляет нам Бога человеколюбивым, а по падении – неумолимым. 64. Не верь тому, что по падении твоем говорит тебе о легких поступках. 64. Лучше бы не делать тебе того. Это же ничего не значит. 65. Часто и малые дары утоляли великий гнев судьи. 65. Кто действительно дает отчет в делах своих, тот почитает потерянным всякий день, который не плачет, хотя бы и сделав тот сколько-нибудь доброго. 66. Никто из плачущих да не питает себя надеждой, что в происходе своем получит удостоверение. 66. Ибо неизвестно и не твердо ослабим неудостоверением, да по чьи прежде даже не отыду отсюда неудостоверенные. 67. Где Дух Господний тому за разрешенных, где несравненное смирение тому за также разрешенных. 67. А в ком нет этих двух удостоверений? Те пусть не обольщают себя, они еще связаны. 65. Живущие в мире, и они одни, чуждые этих удостоверений наипаче же первого. 67. Но некоторые ради своей милостыни пришествия в своем текут с надеждой, зная о своем приобретении. 68. Кто плачет о себе, тот не станет узнавать о плаче или падении или укоризне другого. 69. Пес, пойманный зверем, тем более и ерится на него до остервенения, раздражаемой болью в язве. 69. Будем внимательны к тому, что совесть, чтобы не перестала обличать нас не вследствие чистоты, но чтобы приведенное в изнеможение нашими грехами. 70. Признак разрешения нашего грехопадения – всегдашнее признание себя должниками Богу. 71. Ничто не равняется Божьим щедротам или ничто не превышает их, посему кто отчаивается, тот самоубийца. 71. Признак попечительного покаяния – признание себя достойным всех приключающихся видимых и невидимых скорбей и даже еще больших. 72. Моисей после того, как видел Бога в купине, снова возвратился в Египет, то есть в омрачение, к деланию кирпича и мысленного, может быть, фараона. 73. Но потом опять идет к купине, и не только к купине, но и на гору. 74. Кто уразумел это видение, тот никогда не отчается в себе. 75. Обнищал великий Иов, но снова обогатился сугубо. 76. В ленивых падения по призванию бывают тяжкие. 76. Подавляет надежду бесстрастия и убеждает думать, что одно восстание из пропасти приведет к блаженству. 77. Смотри, возвращаемся не тем же, непременно путем, на котором заблудились, но и другим, кратчайшим. 77. Сорок. 78. Видел я двоих, одинаковые в одно время шествующих ко Господу. 79. Один из них был старый, превосходил трудами. 79. Другой ученик тек скорее старца и пришел прежде ко гробу смирения. 79. Все мы, а тем более падшие, будем остерегаться, чтобы не болезновать нам в сердце недугам безбожного оригена. 80. Потому что скверный недуг сия, ограждаясь Божиим человеколюбием, делается весьма приятным для столостолюбцев. 81. В поучении моем, лучше же сказать, в покаянии моем, возгорится огонь молитвы, пожигающий вещественное. 81. Правилом, образцом, примером, живописанием покаяния, да будут для тебя упомянуты перед этим святые осужденники. 82. Ибо всю жизнь свою не будешь иметь нужды ни в какой книге, пока не воссияет для тебя Христос, Сын Божий и Бог в воскресенье многопопечительного покаяния. Аминь. 83. Вот на пятую степень взошел ты покаянием, потому что очистил им пять чувств и произвольным восприятием его на себя, избег невольного наказания и мучения. 84. Слово шестое. О памятовании смерти. 85. Всякому слову предшествует мысль, о плаче и пролитии слез предшествует памятование смерти и грехопадений, потому что в слове предлагается о нем в надлежащем порядке. 85. Памятование смерти есть ежедневная смерть, и памятование своего исшествия есть ежечасное воздыхание. 86. Боязнь смерти есть свойство, полученное естеством в нашем следствии прислушания. 87. А трепет смертный есть признак неочищенных покаянием грехопадений. 87. И Христос обнаруживает в себе боязнь смерти. 87. Но не трепещет той, чтобы ясно показать в себе свойства двух естеств. 88. Как хлеб необходим и всякой другой пищи, так мысль о смерти нужнее всякого другого делания. 88. Памятование смерти в живущих вместе порождает труды и размышления. 89. Более же сладость бесчестия, а в удалившись от всякой молитвы, отложение забот, непрестанную молитву и хранение ума. 89. Но эти же самые добродетели рождают памятенные смерти и рождаются от него. 90. Как олово яственно отличается от серебра, хотя исходно с ним по виду, так для рассудительных очевидно и ясно развлечение между естественной и сверхъестественной боязнью смерти. 90. Верный признак в глубине сердца памятующих о смерти, добровольное беспристрастие ко всякой твари и совершенное оставление собственной своей воли. 91. Благоискусен тот, кто ежедневно с несомненностью ожидает смерти, но свят, кто ежечасно желает ее. 91. Не всякое вожделение смерти должно признавать добрым. 92. Иные непрестанно греша по силе привычки со смирением молят себе смерти. 93. Иные же не намерены покаяться и призывают смерти за отчаяние. 94. А иные по самомнению почитают себя бесстрастными и не боятся смерти. 95. Наконец иные, ежели только найдутся ныне такие, по действию Духа Святого желают своего приселения. 95. Некоторые недоумевают и спрашивают, почему, когда памятник смерти так благотворно для нас, Бог скрыл от нас предвидение смертного часа. 96. Но они не знают, что Бог дивно устрояет этим наше спасение. 97. Ибо никто, предузнав смерть свою, не претех бы задолгое до нее время к окрещению или к монашескому житию, но всякий проводил бы все дни свои в беззакониях, и только в день исхода своего приступал бы к окрещению и покаянию. 97. Когда плачешь о грехах, никак не допускай до себя того пса, дьявола, который внушает тебе, что Бог человека любив. 98. Мысли — это тогда только полезно тебе, когда видишь себя увлекаемым в глубокое отчаяние. 99. Ибо у врага то намерение, чтобы не было у тебя ни этих слез, ни этого не страшного страха. 99. Кто намеревается навсегда удержать в себе памятование смерти и суда Божия, а между тем предается заботам и вещественным развлечениям, 99. Тот подобен плывущему человеку, который в то же время хочет хлопать руками. 99. Живое памятование смерти отсекает излишество в пище, а когда смирение, отсеченное это излишество, отсекаются вместе и другие страсти. 99. Бесчувственность сердца ослепляет ум, а множество яств иссушает источники слез. 99. Жажда и бдение производят скорбь в сердце, из скорбящего же сердца истекают воды. 99. Сказанное нами покажется жестоким для чревоугодников и невероятным для ленивых, но муж деятельный с охотой и изведает это, и увидим на опыте улыбнется при этом. 99. А кто любит только рассуждать, тот сделается еще печальнее. 99. Как по определению отцов совершенная любовь не падает, так и я утверждаю, что совершенное ощущение смерти не страшно. 0,pic.